Всем доброго вечера, ребятки, в летам мы сегодня с вами в фасткап номер 10017, где играют два коллективчика, Nexus VL и Woof Team. Так, ну а мы с вами приступаем к первой стадии данной игры, к стадии бонапиков. Так, сорян. Что-то как-то у меня всё с горлом печально, какой-то грубый такой голос пишет, простудка и так далее. Ну ладно, ребятки из команды Nexus забанили двух героев, забанили Winter, Viverna и Queen of Pain. Виверна это жёсткий вообще хироу, поэтому его в виде против себя не хотят за счёт, наверное, ульты она такая жёсткая. Плюс отхилива своих тиммейтов, сейвить там и всяческими способами и так далее. Вот, ну к вапу, понятно, в middle её в виде против себя ребятки не хотят, потому что данный герой откидывается там с Shadow Strike'ом и имеет хорошую способность свою вторую за эскейп, сама же с помощью неё с блинка вот этого уйти. Ну и, соответственно, чистый урон с ультимативной способностью тоже в виде против себя никто не хочет. Enchanters мы видим в First Pick'ом от ребятка с командой Nexus и Рубика следом за энчой. Ну, энча, достаточно сутуитивный такой хироу, потому что, в принципе, в лес она хорошо зайдёт, будет выходить ромить вот со своими крипочками. Ну, может быть, почти как Чен, ну, не знаю, да, хилочка тоже есть, замедление там её атакует, когда с руки все жёстко очень замедляются. Ну, в общем, атаковать её вообще фактически нереально, плюс она сама наваливает очень хорошо с руки, особенно если у неё там какой-нибудь аганимскептер. Вот, ну, это, конечно, сомневается, что тут у неё будет аганимчик, что это фармящая коза будет, но всякое может быть. Рубика мы видим от ребяток с командой Nexus с термпиком, и Рубик вообще хороший суппортик, и действительно воровать уже даже на первых двух пиках от ребяток из команды Вуфтим есть что? Эхо слэм, фиссуру, ультимативную способность, эншит оперейшена и так далее. Вот. Вуфтиму, в свою очередь, пикнули двух героев, Ершейк, рейнш, теперейшена, то есть тут, опять же, ну, повторюсь я, фиссурочка, вот эта колпаса, которую обойти никто не может, перепрыгнуть разве что только, или форстафнуться. Эхо слэмчик, ну и, конечно же, там, сивочка у него хорошая, которая добавляет урон за каждого, за каждый отталкивание, да, по-моему, там, или что-то. Да, ну, как бы, дополнительный урон к спеллу, применяемым Ершейкером. Ой, что-то вообще. Эншит оперейшен, ну, тут, в принципе, тоже говорить много не надо. Ультимативная способность, которая запрещает хилиться. В Йорлигейме очень полезный, у него есть третий спелл, который дает буст к урону с руки, с атаки. Правда, замедляет ее, но в Йорлигейме против таких персонажей, как Рубик, в принципе, заходит неплохо убивать его быстро. И третьим пиком мы от ребят из команды Вуфтим видим Шторм Спирита. А в миде данный герой стоит вообще великолепно, огромный рейндж инициации. Электрик Вортекс, если что, может кого-то зафокусить, задизейвлить с помощью своего первого спелла фармит, ну, а с пассивочки Харасет. И четыре бана от Вуфтима. Андайн, Клина, Фантомочка и Шадоффин. Ну, Андайн, понятно, Томп Стоун, Лагуна Блэйд, Драгон Слейв от Лины, Фантомочка в Лите страшна вообще, как никто другой. Шадоффинт соло-таргет разламывает очень быстро, плюс в тимфайтах со своей ультимативной способностью очень полезен. Ну и от ребяток из команды Вуфти мы сейчас ждем пока что четвертого пика. Нексус в очередь уже сделали пик третий, гирокоптера они себе взяли. Персонаж очень хороший, огромный дэмэдж у него по АУЕ проходит с помощью Рокет Переджа, Флакена на Кулдауна. Там, короче, Буздаров наваливает этот герой, особенно если нафармится, с ним сделать уже ничего невозможно. Ну, грубо говоря. Вот. И запанили они Фрескинга и Урсу. Ну, Фрескинга понятно, то есть реинкарнация двойная на шестнадцатом левеле, это вообще откат всего лишь шестьдесят секундочек. Очень неприятно, особенно если это Фрескинг на фарме. Но очень редко в Капитан Модах, в ЦМах вообще вот таких играх пикают Фрескинга и собирают его в керри. Чаще всего это какой-нибудь Фрескинг Саппорт, который собирает там миги там всякие, фигеки и так далее. Вот. Ну и Урса. Ну, Урса понятно, сейчас вот ее немножечко запустили, за счет ультимативной способности она становится крайне живучая. Ну, правда, там она действует не очень много, но все равно пробивать ее под ультой нереально. Четвертым героем от команды Вуфтим мы с вами видим Кентавра. Ну, тут действительно неплохой герой, потому что есть пассивочка, которая возвращает ему урон. То есть может он танчить. Плюс есть Хуфстомпс, танчик, который очень полезен в любой ситуации. Станов всегда полезен. Дабл Эдж, который наносит огромное количество урона. И, конечно же, ультимативная способность Стампид. Ускоряет твоих тиммейтов, и если проходишь через врагов, они и враги твои замедляются. Это очень круто. Вот. И если что, им может и заэскейпиться, и синициировать с помощью данного спелла. Там, тем более, фармливать даггер и так далее. Тайдхантер от ребяток с команды Нексус мы видим. Герой достаточно хороший. В Уфлейне стоит вообще великолепно за счет... Краконшелла. Да? Да, Краконшелла, все верно. За счет Краконшелла и фармливать теншитов после третьего-тиребятого левела. Соло и наизи с помощью Эккор Смеша. Вот. Ну и, соответственно, мы фармливали очень быстро себе даггер. И с даггером это пацан врываться, дают реведжи в тимфайтах и так далее. Вот. В Уфтим забанили последним героем пака. Боятся от Дримка и Лофф, я так понимаю, Сайленсов всяких и так далее. Потому что пак испортить прокаст ребяткам из команды ВУфтим действительно может. Потому что... Ну, Гершейкер не даст их ослэм. Мэш Топорыш не даст ульту, что он спирит уйти, не сможет вообще куда-либо. Вот. Ну, поэтому все-таки забанили его. И пыла Ласт Бана мы видим от Нексусов. Ну, тут как бы тоже... Я так понимаю, Нексусы банят тех героев, которых они просто-напросто хейтят. А не те, кто подходит по ситуации. Ну, потому что... Блин, ПЛа, да, как бы неприятно убивать в лите. ПЛ достаточно мобильный герой становится. И, соответственно... Ну... Вот. Решили забанить. Потом... Вообще без МП оставляют с помощью иллюзий. Там всяческих своих... С дифузами какими-то. Это неприятно, конечно, очень. И ждем мы с вами ласт пика от ребяток из команды ВУФТИМ. У них на это дело есть еще целых... Не целых. 7 секунд было дополнительное время. И мы видим Фестлес Войда. Ну что ж, в совокупности с Сэншет Эпэрэйшеном сочетается, в принципе, данный герой неплохо. А вот с Ершейкером я бы, конечно, поспорил. Потому что Ершейкер даже может кое-что испортить своему Войду. Так, секундочку. Так, все, я на месте. Я вернулся. Кое-что там надо было посмотреть. И ласт пиком Кунка для ребяток из команды Нексу заходят. Ну почему бы и нет. Ники я, по чему, уже не успею. Тем более тут ники такие, я смотрю, просто-напросто с первого взгляда не считаемые. Вот так вот сразу. И, в принципе, у ребяток из команды Нексус пик жесткий, сочетаемый с ТДХ, Герокоптером и Кункой. В принципе, Спаркастер разваливать должны. Ну и нельзя это, то же самое сказать нельзя о команде Вуф Тим. Они вообще тут тоже, в принципе, также могут переворачивать им файт и исход файтов с помощью ультимативных способностей Ншет Эпэрэйшена Ершейкера. Плюс Кентавр очень сильный. Если с Уфлейна придет, пацан будет нафармленный, наваливать будет неплохо тоже. Вот, с Дабэл Эш там 300, 400 урона просто с Дабэл Эш одного каста. Так, тут у ребяток из команды Нексус мы видим Тайтхантера, Цирклетик, Гауссов Срэнф, 4 Тангусика, есть 2, запулили 1, Хилинг Слейв. Придет видно сразу, что в офлейн. Так, 1 Тангун выложил. Здесь Рубик, Рубик 3 Тангусика, 255 монеточек сверху. Так, Энчантерс, господи, не могу попасть по Энчантерс. Смоуки, 2 обсервера варда, 1 вартика надала Тайтхантеру. Тайтхантеру просто-напросто приходят сейчас выкладывать Тангусы. Тоже Гауссов Стрэнф, 2 Кларити, 4 Танга, 1 Смоуки. На мидл подойдут здесь, конечно же, Адмирал Кунка, Топорик, Квилинг Блейд. Ну, вот Топорик, это, конечно, интересный мув от Кунки. Я, на самом деле, сомневаюсь, что Кунка даст фармить Штром Спириту. Ну, в начале, безусловно, да, Штром будет стоять как-то не очень приятно против Кунки. Тем более, Кунка вон как-то так шатается, у меня такая анимация ходьбы. Так, ну ладно. Стики, 2 Айрон Брэнчика, 2 Тангуська запулили. Тут Рубика мы уже с вами обсудили. Энчантерс тоже. Герокоптер. Герокоптер, Инк оф Протекшн. Одно Танго ему запулили, 1 Хеллинг Слэйф, 4 Танга своих купил он себе. И 2 Айрон Брэнчика есть. Тут, в свою очередь, Штром Спириту, 2 Танга запулили, 2 Айрон Брэнча. И Нуль Талисман на первом левеле вкачал себе реминантов. Ершекер с фиссурочкой стоит на первом левеле. Рейцерклет, 2 Танга, 2 Кларити, 2 Айрон Брэнчика. И Кентавр в офлэйне. Стаут Шилд, 8 Танга и 1 Хеллинг Слэйф с 1 Обсервер Вардом. Энш Тепорейшн, 1 Обсервик. Гаусс Оф Тэм будет выходить, наверное, в урну. 2 Танга, 2 Танга, Хеллинг Слэйф и 1 Айрон Брэнч. Тут феста сводит с топориком, тоже и с щиточком будет фармить. Пытаться, по крайней мере, фармить. Будет стоять против него Тейт Хантер. Например, если Энш Тепорейшн не будет разваливать кабину ТДХ, что на самом деле очень маловероятно, то Войду фармиться будет не очень хорошо. Кстати, у Войда вот сменённый Тэмфолк такой интересный. Кто-то переподключался у нас здесь. Да, Кунка переподключался. Всё у него теперь окей. Надо убрать вот Господи Худ. Я чисто, как всегда, запамятовал. Но ничего страшного. Игра ещё не началась. Я тут всего лишь обсуждал затары. Вот. Но теперь-то всё окей. Так. Вардик от ребяток из команды. Нексус мы видим на хайграунде своём. Даёт он вижена руну немножечко на вражеский хайграунд. И, по-моему, по-моему, Ершейкер видел этот момент, когда его противники ставили здесь вард. Поэтому тут уже надо, конечно, немножечко аккуратнее. Так. Тут с помощью анкорсмеша Тайдхантер отгоняет двух своих противников, которые его пытали захарастить, собрать эту руну. Что вообще происходит сейчас с Войдом? А, я понял. Это, по-моему, это самое... Усмешка. Кидается он своим... Топором или что это вообще? Молотом. Так. Ну, ладненько. Кунка будет стоять против Штурма Спирита. Штурма Спирит подстопил крипочков. Теперь кунки не очень комфортно будут стояться, по идее. Вот. И пацан попадает... Попадает пассивочка своей кунка по Штурма Спирит. Тут Штурма Спирит, например, в левеле Лиминальтики. Ну и, конечно же, куночка пассивку взял. А здесь Тайдхантер. Первого левела пришлось ему вкачать анкорсмеш вместо Кракеншелла. Подходит сейчас к нему Энш Тепарейшн. Будет, наверное, Харасить. Будет просто-напросто вот таким вот образом с ним разбираться. Тут сразу же урон у него пониженный. И фактически пробивать ТДХ не будет... Но ТДХ нету, ой-ой-ой, сразу же Туфелька пошла на Тайдхантера. Не прокнула. Ну и Тайдхантеров могли быть, в принципе, проблемки, если бы Туфелька это прокнула. Так. Энчантер сформит в лесочке. Подчинять себе крипов. Тут вот бегает с глиняным големом. И троллем, некромантом. Призывает всяких его скелетиков. Я так понял, смоки сейчас прижимаются от Рубика с Энчантера. Кстати, пацаны идут ромить на мидл. Действительно, есть тролли, есть вот эти вот глиняные големчики, которые, если что, откинут станчик, да? Такой небольшой. Ну и Шторма действительно гангать надо до получения шестого левела. Посевочка от Кунки, сразу же Рубик. Сеточка от тролля-некроманта. Торрент. И в итоге изи-килл для Куночки достается на Шторм Спиридзе. Окей, пришли к Кунки за гангали. Действительно, гангать Шторм Спиридзе стоит... Так вот, действительно, гангать Шторм Спиридзе стоит до шестого левела. Потому что после шестого левела парня цеплять очень тяжело. Он даже по сеточке вот этих вот троллей, он уходить будет. Разве что только из Торрента. Если по нему попасть, он не уйдет. Но тоже такой себе моментик. Ну, в итоге Кунка, кстати, третий, фактически четвертый левел. А Шторм Спиридзе только-только-только взял третий. Печально у него все. Взял себе на двоечку пассивочку. Стоит в миде. 9 добитых крипов у Кунки имеется. И всего лишь 6 добитых крипов у Фестлес Войда на данный момент. Ну, ладненько. Так, Фестлес Войда. Фестлес Войда второго левела. Стоит он против Тайтхантера. Тайтхантер, кстати, третьего. Здесь Ершекер с фиссурой бегает первого левела. Ставит за центре варту от Ancient Operation. Приходит сюда Кунка и начинает нарезать крипов. Конечно, Depression его доняет. Не дает вообще ему крипов. 110 урона. Аукается вообще по Ancient Operation от Crack and Shell. Второго от Тайтхантера. Это жесть. Да, это жесть, конечно. Для аппарата очень неприятно. Так, здесь Шторм Спирит пытается разминать кабину Кунки с помощью своих реминатиков и пассивки. Но, как таковых, у него пока что продвижение с этим ментиком пока что не намечается. То есть, Кунка стоит нормально. У него уже имеется ботл. 300 монеточек на руках. И он этот бот еще не юзал ни разика. Так, на топе я противал, кто там забрал руну. Рубик забрал руну богатства. Ну и все. Все, на ботме руна регенерации так и стоит. Так, тут есть Observer Ward. Кстати, этот Observer не захватывает Сентри, который поставили ребятки с команды Wolf. Ну и, блин, да, они все. Окей, где-то умирают здесь на миде Рубик. Откидывает он здесь Fate Bolt. И все. Тут откидывается Электритворд. Их сказу разминат все-таки Шторм Спирит под своей вышечкой. Но, в итоге, убийство на Шторме достается Кунке. Шторм Спирит. Прилетел тут сразу же на Телепортике пятого левела. Он, кстати, Рубик убежал на ЛОХП, выжил. Очень хорошо. Иначе бы Шторм Спирит размял кабину двоим вообще. Ну, а тут Кунка вообще ленивый. На марке я себя вернул обратно. Бах! 130 урона. Просто-напросто с одной тычечки. Нормально. Шторм Спирит тут залетает. Тут Fessless Void. Это 22-дебита Крепочка. Бутсов Спид стоит против него. ТТХ-ТТХ пятого левела. 860 голодей на руках у него имеется. Ничего не приобретает. Вообще, пока что себе Крикеншелл. 132 единицы урона. ФФС Лос-Войду проходит урон пониженный. ФС Лос-Войду допивать очень тяжело. Но есть Квилинг Блейк. Квилинг Блейд. Поэтому все окей. Келлинг Спирит вообще совершает сейчас Кунка. Соло он убивает. Кстати, Шторм Спирит. А Шторм Спирит не ожидал такой момент. То, что сейчас зарядит, наверное, Гост Шипс Торрентом. И все. Изи просто килл для Кунки. Для Кунки сделали Йорли игру для его... Для... Господи, да. Для Кунки сделали Йорли гейм его саппорты. Вышла Энчаттер с Рубиком. Загангли вовремя. И все окей. Так, тут у Тайтхантера могут быть проблемки. Фессура от Ешекера была. И все. Тайтхантеру надо здесь бэкаться. Тайтхантер пятого левела. Я благодарен тебе. Кларити. Кларити Рубик дал Тайтхантеру. Еще один тангусик отдал. Один тангусик уже захавал. ТДХ его. Тут Эншит Эперейшн. Эншит Эперейшн третьего левела. Пытается стакать лесных крипочков. Себе своим тиммейтов. Тут входит Кунка, у которого есть Гост Шип. Сейчас он просто-напросто его даст в ту сторону. А, или он его даже давать туда не будет. Марк. Просто Торрент. Сейчас сюда на Марк и вернул. Торрент прокнул. 141 с урона с каждой тысячи от Кунки получает Эншит Эперейшн. И в итоге. Раз, два, три. И Кунка уже господствует. Есть у него фейсбуцы. Есть Роб оф Зэмэш. И бросирочки с Триклетиком. Что же этот парень будет собирать? Очень интересно. Ой-ой-ой. Тут даже, кстати, Тайтхантер убирает Фестлесс Фойда. Сам убегает на 34 хп. А тут Кунка. Марку. Торрента на Ершейкера. Сурочка. И Ершейкер, скорее всего, будет убегать. Но тут бежит Рубик с Энчантерс. И в итоге. Не остается ничего. Никаких шансов у Ершейкера. Сразу же поднимает его Рубик в Триклетик. Пытался уходить. И получает Фейд Болт. Откидывает, вроде бы, тычечку с Тотемчиков Рубика. Но там очень мало урона. И в итоге. Энчантерс с помощью вот этого вот глиняного голема. 125 единиц урона. Херл Балдер. Убивает. Ершейкера. Ну что ж. Все окей. Все у всех окей. Сейчас. На данной карте. Единственное то, что нету никакого фарма у Феста Свойда. Фактически. Штурм Спирит. Тоже, действительно, в миде какие-то проблемки достаточно сильные. Ну и продолжается, продолжается игра. Здесь стоит Кентавр. Кентавр шестого левела. Есть у него Старшилд. Бутсов Спид. Да. Так. У Фстомчик будет или нет? Или просто-напросто разминает с руки Герокоптера. Кентавр этот. Флакенон. Прожимается Старшилд. Ваш Штурм Спирит. Электрик. Вортекс. Рокер Бердж был заюзан. Дабл Эдж. В итоге минус Герокоптер для Штурм Спирита. Ну, действительно, это easy kill для Кентавра, Варраннера и Штурм Спирита. Но, как бы... Ой-ой-ой. На ботах мне какие-то сейчас проблемки намечаются. Врывается опять сюда ФС Свойд. На Тайм Волк. Поднимает его рубик в серикельный Сторрент. Огромное количество урона от Кунки входит по ФС Свойду. Тут же Эйр Шейкер без МП с Штурмом. Пролетает Ейр Шейкер. У Эйр Шейкера фиссурочка второго левела. ТДХ. Прожимается Ревич. Хорошо. Пытается фокусить здесь Эйр Шейкера. Тут же бегает Штурм Спирит. Прожимается Реминантик. Туфелька от Эйр Шейкера в ТДХ. Фейт Ботом забирает сейчас Эйр Шейкер на рубик. Кто-то на телепортике опять сюда летит. Коза упорно не хочет отпускать Штурм Спирита. Пролетел Кентавр. У Кентавра нету маны нахуй в стомп. Замедление получает он от Энчатрос. Еще один телепортик сюда на Ботом. Пролетает Фесс Лос Фойд. И ничего дальше не происходит. Кстати, у Фесс Лос Фойда не векант предыкты был. Мы стримили одну командочку с таким ником. Запомнился этот ник там непредсказуемый или что-то такое. Так. Ой-ой-ой. Кунка. Очень дерзко. Просто-напросто из-под носа у Кентавра забирает руну богатства. Тут же он выкладывает свои барабанчики и отпивается. Курьерчик улетел куда-то. Курьерчика тоже засейвили. Очень просто жесткое название у Курьера. Пуч-пуч, мудак, тире и матюги. Как бы не очень хорошо. Так, Штурм Спирит. Штурм Спирит с 7-го левла замакшена у него пассивочка на дополнительный урон. Но каждая тычка от Кунки, она гораздо сильнее тому Штормо аукается, чем тычечка Шторма по Кунке. Вот. Ну, ладненько. 48 добит крипов и герокоптера. Тайтхантер, умирая, скорее всего, на ботами. Откидывает Рубик здесь Фейтболт. Но подсейвить у него не удается. Надо было все-таки поднимать кого-то из своих противников этому Рубику. И станет, соответственно, всех трех. Потому что стояли они в куче. Так, Кентавр прожимается где-то здесь. Там Питху в стомпчик по Кунке. Дабл Эш на торренте поднимает Кунка. Становится Госсшип. Хорошо работает. Вроде бы это Госсшип пока что. И 44 ХП. Сразу же его здесь хили. Тенчантер. Все вообще великолепно у Кунки. Отличная игра от суппортов команды Нексус. И Кунка в итоге выживает. Дали просто все, что можно в этого Кунку. Два персонажа из команды Сил Света. Но все равно этого не хватило. Ну и вот от бафа корабля Кунк убегает. Остается у него одна единичка ХП. На ботами Фестис Фоид летит ему скорее всего Маск оф Мэднесс. Да, Фестис Фоид и Маск оф Мэднесс. Шестой левел. На двоечку таймлок, на единичку бэктрек вкачан. И пацан стоит дальше фармит. Наверное, пытается по крайней мере фармить. На таймволке вообще забирает руну регенерации. Такой дикий, дерзкий. Фестис Фоид, здесь стоит Рубик. Отпивается Кларити. МП, видимо, ему нужно побольше. Здесь же стоит на среднем количестве ХП Тайтхантер. Есть у него ревейдж. Гашек, к сожалению, нет. Выходит он сюда. Ешекер, Фестурочку ставит. Перерубает. Проход здесь Рубику. Сенчант, Тотемчик. Ревейдж от ТДХ прожимается. Есть у Фестис Фоид. Нет, у Войда Купола нет. А то Масков Мэднесс. Фейдболт от Рубика, получается, здесь же. Тайтхантер вкачал. Он себе гаш-гашем. Энкорсмэшем забивал все-таки этого Фестис Войда. А то же это Парешин кидает туфельку на Тайтхантера. Но не получается все-таки пробить вот этого вот толстого героя. Рубик с Фейдболта добивает, опять же, здесь Штромспирита. Нет, лол. Ершекера. И Штромспирит убивает Кунька. Вот это нормальная тема. Полнейшая доминация от ребяток с командой Нексус на карте. Десятая минуточка. Одиннадцатый, а счет 3-12 в пользу Сил Тьмы. Все вообще великолепно. Тут есть Вардик у ребяток с командой Вулф на вражеский хайграунд. Тут же вот стоят тоже, кстати, достаточно дефолтные Вардик от обеих команд. И рядом с друг другом, фактически. Так. Эш Топорышина пока что нету шестого левела. Очень поздний шестой левел. У него будет 12 минута. Вот только-только, скорее всего, появится у него ульта. Тут огромные проблемы у Герокоптера. Надо давать кулдаун, а кулдаун он почему-то не дал. Надо было понимать ему то, что выжить у него не удастся. Но почему-то пожалел вот это вот прокастика, кстати, своего. Хотя откат у него там, ну сколько? Ну 55 секунд. Ну арестишься, ты 33. Пока туда-сюда добежишь. Ну ладно, это уже что было, то прошло как бы. Амидос у Герокоптера. Герокоптер 9-й левел, бутсов спид, базилочка и хилинг слейв. Есть ПТ-ха, купил он себе. Воид прожимает Маск оф Мэйн. Испытаются ребятки с командой Сил Света забрить тир-1 вышечку своих оппонентов на топе. Но, к сожалению, тоже безуспешно. Прожимается Глиф. Интересно, будут ли Несусы дефать свою вышечку. Да, приходит сюда Герокоптер, Кунг задействовал руну богатства, бежит он сюда на топ. Видимо думает то, что, или рассчитывает на то, что его оппоненты будут сейчас здесь. Тут Штром Спирит, тут Штром Спирит, а пока что ничего в затаре нету. Ему бы хотя бы какой-то Сол Ринг, Сол Рингом этот парень, будет иметь хотя бы какие-то возможности на врыв издалека и на спам своими спеллами что ли. Потому что сейчас у него действительно огромные проблемки. Откроем сейчас таблицу общей ценности. Видим то, что в топе Кунга 6300, 6400 уже. 4800 у Герокоптера и идет ФСС Войт 3600, а потом уже, конечно же, в Усайдерах уже в четверке Кентавр. Так, тут ТДХ под Энвизом бегает, тир-1 вышечки у ребяток с команды Сил Света на миде уже нету. И ТДХ, в принципе, может сейчас инициировать, если получится, конечно, если вовремя все даст. Так, Фиссурочка от Ершейкера. Сразу же же Рубик стилит Фиссуру, закрывает он здесь Ершейкера Торрент, корабль от Кунги, поднимает сюда его Рубик Ершейкера. И тем самым просто-напросто засейвил Рубик. Но тут Марка просто-напросто возвращает сюда обратно. Ой-ой-ой, Электрик Ворта Костром Спирита. Сразу же сюда ульта от Анши Топарешна. Прожимается ревэч от ТДХ. А Фиссурочка от Рубика в итоге для ТДХ килл на Шторм Спирита. Но, кстати, Анши Топарешн убил Кунгу с помощью своей ульты. И получил, кстати, тысячу, тысячу голды получил. 1200 на руках сейчас у Анши Топарешна. Вообще великолепно, пацану. Пацану вообще все великолепно. Прок, ну а вот это вот тысяча голды, как бы. Так, на топе прожимается Клифф от ребятка с команды Вулф. Вулф сходишь, правильно? А я хочешь... Вулф, а, Вулф, но почему-то у них там... Ой-ой-ой, кулдаун Геракоптера. Ультимативно способен с Анши Топарешна. Хилочку надо давать сейчас на Геракоптер. Размедляют здесь вроде бы кита Варвараннера. На телепорте пытаются уходить в Энчантерс, но тут Дабл Эш. Пытаются, что он спирит на ультимативно способности. Изобревает еще и Энчантерс. В итоге два в одного. Ребятки из команды Вулф сейчас пофайтились. Вулф, а не Вулф. Ну у них такая собака, окей. Типа Гаф, наверное. Так. Кунка приобрел себе Персеверенс. С Персеверенсом, наверное, будет аппетс... А что сейчас у нас? Ну, не знаю, Баттлфьюри. Да, Баттлфьюри, что еще? Лоту Сорб, не знаю, какую-нибудь Линкен Сферу этому кунке собрать. Что еще? Ну, против Шторма, например, там Дабл Эш и так далее. Так. Рубик восьмого левела. Фиссурочка у него есть. Очень хорошо Рубик сыграл там с этой фиссурой. Тут помогает он Тайтхантеру фарминг все... Эншитов. Хотя Тайтхантеру помощь не нужна, но Рубик получает экспириенс дополнительный. Вот-вот у ТДХ появится уже Блинкдаггер. Вот после вот этих вот добитых вот крипочечков. На ботами кентавр Варраунер заденайл свою вышечку на ботами. И Тирадин. Тут ультимативно способность от Эншит Эперейшена наугад. Но, видимо, он догадывается, что Тайтхантер сейчас будет фармить лесочки. Аппарат приобретаться Бемидас. Вот это убийство на кунке ему дало вот этот буст к Мидасу. Тысяча голды плюс 500 у него было на руках. В итоге, вот он, привет, айтемчик, такой важный для саппорта. Особенно для Эншит Эперейшена, которому нужен Агонем Скептер бы какой-нибудь побыстрее. И, конечно же, левел. Потому что на первом левеле прокачки ульта Эншит Эперейшена не так круто наваливает. Поэтому вот такие вот дела. Так. Фестлесс Войд 8-го левела. Тут же Эншит Эперейшен 8-го левела с ним здесь с Мидасом. ПТшечка у Фоида. 800 голды на руках прижимается Масков Мэна. Заход фармить лесочки. Тут двойной спаван. И мы ребятки из его команды сделали. Ну, а тут Смоки от Нексус. Они сейчас будут пытаться сходить во вражеские лесочки. Наверное, кого-то все-таки подцепят. Надо отпускать вперед Рубика. Есть еще ТТХ с Эрвейджем и Блинком. И, блин. Ой-ой-ой. Ульта. Тэшит Эперейшена пролетела. Никого не подцепила. Рубик своровал ульту. Хорошо. От аппаратов. К сожалению, первого левела. Сразу же ставится здесь Фейдболт. Ой-ой-ой-ой. Фиссурочка. Врывается ТТХ. Прожимается ревэдж. Просыпает Шторм Спирит. Умирает здесь Рубик. Остается мало количества ХП. Умирает здесь Эшит Эперейшен. Умирает Кунг. Оставится... Господи. Ультимативная способность от Вестлес Фойда. Минус 3 от ребяток из команды Вуф. И минус 4 от Нексусов. Уходит здесь на телепортике Шторм Спирит. Рвается все-таки туда с Блинка ТТХ. Но, к сожалению, уже ничего сделать не получается. Шторм Спирит приобрел себе... Слоу Ринг. Да. Забыл я. Блин, файтик, как называется? Ультимативная способность у Фестлес Войда. Ло, это же вообще просто забейте. Так, ну ладно. Начались какие-то тимфайтики. Я, как всегда, за тимфайтами не успеваю. Просто дерутся пацаны. Наваливают друг к другу. Вот. Ну, ладненько. Это все потом будет окей. Так. Шторм Спирит. После данного файтика мы посмотрим за графиками. Графики фактически не скакнули. Но вот такая вот просто пах, 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 пах. Вот такие вот тимфайты. То в одну сторону, то в другую. Качели, грубо говоря, происходят. Сейчас у ребяток из обеих команд. Тут Ершейкер бежит давать Фиссурочку. Но ультимативная способность. Отенши Топорейшна. Проходит мимо. Кунку не подцепила Фиссура. Фиссуры нету. Фиссура не будет кставаться. Тут же бегает на подхвате Enchantress с ПТХ. Рядом с ней Сатир. Мучитель. Который может, если что, откинуть свой шоквейв. И нанести 125 единиц урона. И все. Все, пока что больше рядом чего нет. У Кунка. Марк. Хорошо. Торрент корабль. Очень хорошие тайминги у от Кунки. Мы видим. И все. Ластычечка от Кунки. Тут Сатиром учителем помогла ему. Enchantress. Ну и в итоге минус Ершейкер. Так, тут тоже, кстати, тройной спавн для ФСС Войд. Видимо, ребятки из команды ВУФ делают. Рассчитываю на них все-таки то, что этот пацан выформит. Но, действительно, ФСС Войд сейчас идет в топе от своей тимы, по крайней мере. Потому что тут 7800 у Кунки. Так, палочка. Палочка прожимается какая-то. Ладно. Я пока что попью. А, да. Уж там спирта лаги, поэтому паузочка прожалась. Ну, вот уже Шторм готов. И есть у него Огреклаб. Будет же делать, наверное, по КБ-ху. Потому что устал он получать дзюлей от Enchantress, Сервейджа и кулдауна. Вот. Ну и, да, в принципе, вполне неплохо зайдет данный айтемчик. На Шторма. Да вообще на кого угодно он зайдет в этой игре великолепно. Потому что у ребятки из команды НЕКС. С огромное количество магического урона. А Рубик сейчас добегается здесь на руне. На самом деле, богатство. Лол. Вот это... Дабл Эйдж. Дабл Эйдж своровал Рубик у Кентавра. Это очень рисковый спел для Рубика, на самом деле. Хотя если пытаться цеплять какие-то соло-таргеты, тогда, да, тогда зайдет все-таки этот айтемчик. Так. Enchantress. Опять Сатирмучитель. Впереди Медведемон Крушитель. Такие же названия страшные. Три секунды остается Дрэйджа у Тайдхантера. Видят они здесь на ботаме Кентавру. Кентавра есть, если что, Аклаака. Ну и формят вражеские рисочки. Так, что такое? Нет, все окей. Мне показалось, что я оглох на одно ухо. Лол. Ладно, но на самом деле все окей. Я надеюсь. Так, здесь Кунка. Марк, он успеет дать Марку, он дать не успевает. Прилетает сюда еще на телепортнике кто-то из тиммейтов от команды Вуфу. Есть у Фесслес Водохраносфера. Мефрил Хаммер и ребятки из команды Нексус будут, наверное, заходить на вражескую тир-1 вышечку. Подходит сюда Энчантерс. Могут быть у нее огромные проблемы. Ее за проказ очень быстро расвалят. На самом деле Кунка бэкается отсюда. Понимает то, что смысла сейчас драться там на ботами нет. Потому что все Вуф стянулись туда. Вуф вот как интересно сократил. Так, ну и у Кунки 2000 голоды на руках. В ботле руна двойного урона. И тут ребятки Вуф из команды Вуф перетягиваются. Сатир-мучитель помер. Кунку могут подцепить. Но Кунка тоже не луком шит. Он видит то, что сейчас... Ой-ой-ой, Эши Топорейшн промазал немножечко совершенно. Миллиметрики оставались там у Рубика. Руна Инвиза. Союзал он ее себе. Кстати, теперь да. Руна не заменяется. В ботле она теперь сразу дается. Так вот. Ну ладно. Ершейкер восьмого левела. Десятого ЛФС Лес Фойя. Эши Топорейшн стоит девятого левела. Мидос. Ест Таффу Физер. Где будет выходить, наверное, в Аганем Скептер. Потому что Аганем Скептер для... Эши Топорейшн это клевая штука на самом деле. Вот. Очень часто вот этот вот герой. Вот этот вот вроде бы с виду такой хиленький, тоненький. Переваливает... Переламывает исход битвы вообще. По-другому. Не так, как должно было быть бы. Так, ну... Худ появляется у Кентавра. Будет, наверное, все-таки апать по Айпу. Потому что понимает очень много магического урона. Здесь Кунка. Кунка фармит. Ему тут же помогают фармить его суппорту. Он им линкает, что мол, спасибо, не нужна мне помощь. Вы у меня так крепочков насилили. По-моему, даже бомбанул у пацана. Так. Ну и тут Фаст Сфойт. Фаст Сфойт с помощью Масков Мэндесса. Пытается тоже фармливать максимально быстро. Свои лесочки. Есть у него Глофс оф Хейст. Приобретает он себе что? Мэлл Шторм. И теперь будут разряды от Молны. Все-таки у этого пацана Прокольс. Наверное. Так. И появляется, конечно же, Бэтл Фьюри от Кунки. Кунка 13-го левела. Но я не знаю, насколько здесь разумный выбор вот этого вот айтемчика. Такого как Бэтл Фьюри. Кунка очень дерзко, кстати, играет. У него могут быть действительно огромные проблемы. Потому что тут вот и Фаст Сфойт, и Кентавр, которые почему-то в этого Кунку не инициируют. Видимо, ребятки из команды ВУФ думают, что это план Капкан какой-то. И там за спиной у вот этого вот парня стоит огромное количество людей. Но нет. Нифига, там никого нету за спиной у Кунки. Тут Айтхантер приходит на лайн. Но энкорсмеш у него замакшенный. Кракеншелл тоже. На единичку гаджет, взят. Кунка с помощью пассивки очень быстро забривает вражеских криповиков. Плюс есть у него Бэтл Фьюри. И все окей. Руны Регенерации для Кентавра. Рубикс воровал электрик... Ой, господи, реминантиков у Штром Спирита. Реминантики на троечку. Видимо, решил максить. Он здесь электрик Вортакс. Киллинг При совершает Штром Спирит. Уже закулял Герокоптер. Действительно, у Герокоптера 2000 голды в нурках есть Хилмов Доминатор. И все-таки завалили втроем этого одного Герокоптера. Герокоптер в этот раз прокастик все-таки дал. Походу. Походу дал. Так, ну, тут ребятки фармят. Конечно же, фармят. Что им еще остается делать? И в итоге, вот уже как несколько минут мы с вами наблюдаем за игрой. Игра идет без тимфайтов. Тут ребяток с команды ВУФ есть смоки. Видимо, они собираются сейчас попытаться ганнуть кого-то. Но нет, нет. Тут Кунка на телепортике уходит на мидл. Перетягиваются они абсолютно все на мидл. Стоит здесь энчантер с рядом с Кункой. И здесь ее же Гентавр-захватчики. Ну и... Будет ли у нас что-то сегодня в этой игре вообще происходить? Потому что уже как несколько минуточек мы с вами наблюдаем за просто стоянием. За просто стоянием, действительно. Кто-то там Крипочков подфармит. Кто-то в другом месте подфармит. Сейчас ребятки с команды Nexus будут прожимать смоки. А смоки от них прожимаются. Впереди идет почему-то Герокоптер. Надо пускать вперед... Господи, кого? А, нет. Они на Рошан решили зайти. И, кстати, ультимативная способность от Эши Теперейшна очень вовремя сюда залетает. Бах, 262 единицы урона. Все, Кунки с Герокоптером теперь отсюда надо бэкс. Врывается Гентавр. Хорошо, Стампинху в стопчик прожимается. Дабл Эш. Огромное количество урона по Герокоптеру и Кунки. Физурочка от Ешекера. Подходит сюда, дает... Не-не-не, врывается отсюда. ТДХ прожимает Ревэш про четверым. Никакого асиста. Он здесь не получает. Врывается. Спередректный Квортекс. Латычка от Энчатерс по Ешекеру. Шекера не будет 33 секундочки. Здесь ставится Хроносфера. ФСС-Вод откидывает ему ГАШ-ТДХ. Герокоптер отхиливает. Санализает огромное количество урона. Наносит Тон Шторм Спирит. Убивает. Сразу же с Хувстоп прожимается от Рубика. Забревает он здесь. Сенши Топорейшн. И в итоге двойное убийство для Герокоптера. И огромное, огромное количество буста по экспириенсу и по голдишку для ребяток с командой Нексус. Минус 4 они в данном файтике совершили. Вроде бы, вроде бы, врывается туда ребятки с команды ВУФ. Залетает там туда Кентавер Варранер. Дает прекрасный Хувстопчик. Дабл Эш по двоим. Набегает на среднем количестве ХП Кунка с Герокоптером. Но в итоге они потом с разворота разворачиваются и наваливают всем своим противникам гораздо сильнее отдачи, чем им наваливали до этого. Вот. Ну, интересненько, интересненько, конечно. Так, тут Рубик с помощью всех спилов, всех возможных, помогает ребятам из команды своим тиммейтам. Помогает забривать Рошана. Прошимаются от него тут Хувстомчики, фейтболты. И опять ультимативная способность от ШТП Рейшена. 232 единицы урона. По инчантерс входит она просто-напросто на таки воззвещатого Рошанчика. Опять Хувстомп от Рубика. Тут сразу же на подхвате, если что, шторм сперит Электрик Вортекс по Тайтхантеру. На таймволке уходит здесь Фастасвоид, Фастасвоид здесь под мобочкой, поджимается Мека. А Кунка очень быстро с блинком здесь подбегает и мобильно. Мобильные ребятки из команды Нексус сейчас почувствуют. Но есть тут Уфа Фишен. Они стоят сейчас вот на вражеском Вардике, ребятки из команды Нексус. И поэтому все уже давно забекли, все уже давно стоят за своей Тир-2 вышечкой на ботами. И чувствуют себя прекрасно. Единственный моментик то, что у Тайтхантера сейчас нету МП ни на Мекку, ни на что вообще. Вот поджимается 2 штуки Аркан Бутсов. Теперь МП есть на врыв. Если что, даже поджмет там Энкор Смешик с Гашем. Поэтому все, можно залетать сейчас. С Мекасом, к сожалению, не хватит. Есть, кстати, заряды. А в стеках у него 3 штучки. Восполнят ему там... 30, да, 30, 45 единиц. Врывается ТТХ сюда на блинке. Лол, 14 секунд, РФ Эйджа. Прошимается фиссурочка от Гершейка. Расставится. Но тем самым он заблочил собственных крипочков. Ультимативно способность от Эрши Топарышна попадать здесь по кунке и Геракоптеру. Это не очень для них приятно. А еще и... Венчатер зацепила. Здесь на ботами Штурм Спирит пытаются размениваться фишечками. Ну а тут на хайграунд, наверное, надо заходить. Нет, на хайграунд заходить не будут. На половине на Геракоптер, на половине на кунка. Прилетают они сюда на мидл за деф от Штурм Спирита. Штурм Спирита за деф от действительно получилось. И к лаку приобретает себе Рубик. Будет выходить, конечно же, тоже в хут и в пайп. Так, кунка где-то разбирается здесь с Штурм Спиритом. Торрентом подцепила. Здесь кинтавр летается. Есть ревэч, если что. Угл ТДХ прожимается. Фестус Фойт. Хорошая хроносфера по троим. Тоже Рубик ее ворует. Поднимает Фестус Фойт. Остается фасурочка. Прожимается стампит. Опять фасурочка. Господи, что это за хроносфера от Рубика? Такое ощущение, как будто это Трубик. Наоборот, Руидер. Прожимается ревэч. Кулдаун от Геракоптера. Начинается под флакеном кого-то нарезать. Прожимается Хаслэм. С помощью Рокетберриджа нарезает здесь Геракоптер. Кентавр делает просто-напросто трипл килл. На лох и побегает Тэш Тепорэйшн. И Шторм Спирид на фулл МП добирается до своего фонтанчика. Ребята из команды Нексус сейчас... Блин. Я даже не знаю, на самом деле, насколько это было круто. И насколько это была хорошая игра от Рубика. Рубика. Но, с одной стороны, я согласен с Рубиком. Потому что в этот Фестлэс Фоид как такового урона вообще не наносят. Он очень быстро разваливается. Вот. Ну, ладно. Так. Шторм Спирид врывается. Электрик Твортекс. Есть там, если что, Аегис ультимативная способность. Это же Топорэйшн. Прожимается Рокетберридж. Поднимает стрики. У нас здесь Рубик Шторм Спирида. Ракеточка. И в итоге Бэкабэха. Бэкабэха от Шторма. А тут же Рубик с помощью его ультимативной способности тоже пытался его догнать как-то. Но МП не так много. И все. 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 Так. Бэкабэха у Гира. 2000 голды на руках. По фарму у него сейчас топовый показатель на карте. 13000. Потому что с Мидосом. И Кунка его немножечко... А Кунка немножечко от него отстает. Так. Ну, все. Вообще у ребятка с команды Нексу сейчас прекрасно. Файтятся. Забирают вражеские вышечки и так далее. Фестлесс Фойт уже просто от... Нечего делать. От безвыходности. Приходит во вражеский лес. Фармит он тут вообще рядом с Кункой. Кунка может даже его сейчас посыпить. Но почему-то не заметил лол этого Фестлесс Фойта. Видимо не ожидает они такой наглости. Тут Гирокоптер. Рокет Берридж прожимается огромное количество. Просто-напросто с одного Рокет Берриджа пол ХП снеси Фестлесс Фойт. Это вообще просто-напросто изи. Проработа тут с Мфрилхаммера будет делать видимо тоже БКБ. И действительно БКБ тут надо. Надо Фестлесс Войду. Он не живет вообще абсолютно здесь никак. Есть у него Масков Мэднес. Но Масков Мэднес как мы с вами знаем выживаемости как таковой не прибавляет. Это вообще наоборот этот Масков Мэднес. Он наоборот только все руинит как по мне. Так, Кунка 16-го левела. Тут рядом с ним Гирокоптер. Гирокоптер 17-го. 2700 монеточек на руках у него имеется. Кунка препятствует себе Кристалис. Будет выходить в Дэдаус. Ну это само собой вообще разумеющийся. И Фестлесс Войду тоже фармит. Штум Спирит. Ну вот мы сейчас с вами опять. И как я и говорю будем наблюдать за нон-стоп фармом обеих команд. То есть абсолютно ничего сейчас на карте не происходит. Кто-то где-то фармит. Тут же Нексусы дают своим противникам тоже как таковую долю фарма получить. И это не есть хорошо. Так, Кунка здесь под маркой. Очень далеко заходит. Вернул себя. 800 голды на руках у Кунки имеется. Пайп есть у Рубика. Рубик, если что, молодец. Очень хорошо зайдет здесь Пайп против ультимативной способности от Энши Топарейшн. А от Ахаслэма, Яр Шейкера и Фиссуры и так далее. От Риминантов Штурма тоже. Вот. И тут надо смоки что ли опять поджимать. Будут ли смоки у ребяток с команды Нексус или нет? Нет. Ривер себе приобретает Герокоптер. Решил то, что урона ему пока что достаточно. Хочет он побольше хпшечки. Видимо будет входить в Сатаник. С Сатаником будет пациент отхиливаться вообще жестко. Очень жестко будет отхиливаться Герокоптер. Ну и да, пацаны дальше идут по ботаму. Видимо или не по ботаму. Либо они опять заходят фармить вражеские лесочки. Я уже просто-напросто не понимаю сколько можно фармить. Вот. Но я согласен. Фарм лишним никогда не бывает. Но смотреть вот с моей стороны, со стороны зрителей за вот этим вот фармом. Только вот от спавна к спавну пацанчики бегают как-то не есть интересно, да. Так, Кунка опять блинкнулся. На миде стоят у него его вартики, обсервики. А тут Штурм Спирит везде наставил реминантиков своих. Но Регену Штарма вообще абсолютно никакого нету. И он еще выходит в Блэдстоун. Тут бы какой-нибудь, не знаю, там... Оркит Малэваланс. Вот что-то такое. Потому что, ну посмотри против тебя какие герои. Ну ТДХ, ну Герокоптера заткнуть, ну тот же Энчатрос, который подхиливает твоих тиммейтов, наносит огромное количество асимпетуса урона, да. Ну как бы, ладно, дело, конечно, каждого. Но я вот, я бы собрал здесь все-таки Оркит Малэваланс, потому что заткать действительно есть КФО. Также у ребяток с команды Нексус неплохо было бы собрать кому-нибудь Оркит, например, той же Энчатрос. Но Энчатрос будет выходить в Аганимчик. Ну, не знаю, зачем ей тут Аганимчик, конечно. Ну, хочет, пусть делает, как бы, дело хозяйское, но Оркит Малэваланс бы зашел ничуть не хуже того же Аганима. Потому что Бершейгер, потому что Аппарат, потому что Штурм Спирит. Вот просто вот эти вот три моментика, раз, два, три, они вот самые такие вот ключевые. Это вот мои аргументы к покупочке все-таки Оркита Малэваланса. Так, в ССВ это фармливает себе Блэкинг Барчик. Постану с этим артом будет жить немножечко дольше, но, правда, не знаю, насколько долго. Потому что тут же есть Герокоптер, который, ну, грубо говоря, нарезает с руки, да? Ну, хотя урона на самом деле не так много. Но все-таки герой этот крайне силеный. Опять они бегут просто-напросто фармить лесочки. Ну, сколько можно, ребятки? Так, давайте мы не будем фармить лесочки. Давайте мы немножечко будем активнее играть, чтобы нам было интересно смотреть. Ну, тут же, ну, по идее, Нексусы сейчас имеют, вот, просто посмотреть. По экспириенсу преимущество около 16 тысяч. И около 15 тысяч преимущество там по голдишку. И в итоге они все равно дают своим оппонентам фарм. Кстати, очень интересно изменяется Офа со свой. Это здесь Тайм Волк, такие квадратики за ним остаются. Так, ну, типа, какие-то уже даже это не Фесслы свой, а тут уже какой-то трон там, не знаю. Потому что вот эти квадратики всякие и так далее. Так, Кентавр блинкается. Зачем-то сюда очень дерзко. Дрошан остается 25 секундочек. Один Персеверенс остается Тайдхантеру до покупки Рефрешера. Пацан с Рефрешером будет вообще невероятно болезнен для своей команды. Но единственный моментик то, что Вуфи-то потихонечку себе выфармливают. Они выфармливают ПКБ-хи себе, потому что у Шторма уже есть, и у Войда тоже есть. Аганем с Кепитару у Эйш Топерейшена. Торрент от Кунки. Зафармил он тут пару Крипочков. Ну, а дальше что? Ой. Сатаник у Геррокоптера. Сатаником ребятки заходят на вражеский Кутир 2 вышечку на топе. Ну, Нексус и сейчас, ну, блин, ну, блин, такой же оверфарм. Ну, почему сейчас нельзя сыграть более агрессивно? Они зачем-то своим оппонентам дают выфармить какие-то слоты. Например, такие как, вот я повторюсь, Аганем с Кепитару Эйш Топерейшена. Ну, это же жесть вообще. У него увеличивается время действия. С этим айтемом пацан вообще будет жёстко делать. Вообще, тут жёстко угряз. Он будет переворачивать все файты. Тем более, у него 13 левел. Тем более, у него есть Мидос. Он с ним фармит и получает экспиренс гораздо быстрее. Инчатерс разрушил Тир-2 вышечку на топе у своих оппонентов. И тут Рубик. Ой-ой-ой, фасосвоид, прожимается хроносферочка. Сразу БКБ-хо под хроносферой. Врывается Штомс перед Электрик Вортекс. Там Питху в стомпчик. Забревается здесь Кирокоптер. Кирокоптер не будет 70 секунд. Гоши под Кунки. Эхо-слемочек от Ершейкера. Здесь пытаются нарезать Рубика. Рубик всё это время стоит под пайпухой. Живёт. Сфоровал там он что-то напоследок. Но в итоге, минус 2 от ребяток с команды Вуф. Убили здесь Ершейкера. Пытаются нарезать Чатерс. Но с помощью спеллов убить его, конечно же, легко. И в итоге, 3 в 2. В пользу ребяток с команды Вуф заканчивается данный файтик. Регенерация. Ну ладно. Ладненько. А тут Тайтхантер. Он, пацан, просто-напросто не волнуется. Этого парня вообще ничто не волнует в данной игре. Он играет, видимо... Ну, в принципе, зачем ему было там участвовать в этом файте? Всё-таки ребятки договорились за Бэкса. Но тут влетел какой-то рандомный Фестлос Войд. И в итоге подцепил. Ну вот, 2300 монет у Фестлос Войда теперь имеется. Он уже обогнал того же Тайтхантера, который пытался фармить максимально иншитов. Блэдстоун появляется у Штурм Спирита. Вот так вот, ребятки, вот так вот. Несколько тимфайтов, они всё-таки делают своё дело. Персеверенс и рецептик на рефрешер с Войдстоуном решил Тайтхантера ставить на базе. Взял он себе ТПшечку с собой, чтобы если что куда-то прилететь. Ну и опять идёт фармить иншитов. Ну, что это такое вообще? И тут просто-напросто Кунка заходит на иншитов с Рубиком. 36 минут мы с вами наблюдаем игру... Нет, я вру, не буду говорить, что 36 минут. Игра идёт достаточно активно. Начиналась она, по крайней мере, достаточно активно. А теперь вот эти вот периодические тимфайты, в зависимости от прокастов, только вот иногда они получаются у ребяток с команды Нексус и Вуф. Так, смоки от ребят из команды Сил Тьмы. Заходят они сейчас, наверное, во вражеский лесочек. И будут ли они что-то здесь делать или нет? Они даже не драться, они на Рошана заходят. Они просто заходят на Рошана. У них оверфарм, они своих противников перефармливают на 15 тысяч голды, но они в итоге... Опять сейчас вот получат ульту от Тэш Тепарэйшна, и этот Тэш Тепарэйшн сейчас просто-напросто убьёт Кунку. Нет, пайп прожимается, пайп подсевливается вот-таки здесь Кунку. Такой звук от Кунки, да? Так, ну и всё, заход от ребятки с командой Нексус на Рошана обернулся провалом. Теперь смоки приобрел себе Штурм Спирит и Эш Тепарэйшн. И теперь вот эти пацаны... Так, Кларити завязал себе Фестлес Фоид. Смоуки, прожимаюсь. Ребятки с команды ВУФ сейчас будут совершать, наверное, какую-то контр-атаку либо контр-заход на Рошана, потому что... Ну, если они противникам своим не дали зайти, то значит надо забрать самим Рошанчика. Здесь Энчантрес, здесь же на подхвате Геррокоптер. Геррокоптер с БКБх и Сатаником. Заходят всё-таки они второй раз на Рошана. А Фестлес Фоид сейчас будет хроносферочка. Геррокоптер ничего прожать не успеет. Так, Кунка выходит на блинке. Сразу же ульту от аппарата по одной Энчантрес. И дальше, что дальше? Тут Фестлес Фоид бегает. Смоуки у него спали. Тут же под смоками стоит Штом Спирид 16 левела. И какие неугомонные сейчас Нексусы. Вот это очень низковый мув. Летает сюда Штом Спирид. Встаёт он на хайграунд на Рошанчиках. Видит очень хорошо Геррокоптер. А тут же Коза стоит. Кинула на себя Хилочку. Ой-ой-ой. Откидывается по ней здесь Штепрэшным своим замедлением. Ставит Сабсервер Фарт. Видит все Штарма. Ой-ой-ой. Коза нарезает его на Штурму. Приходит отсюда улететь. А стики от Энчантера слетит в кого-то ракеточка. Так. Ну в кого? Тут понятно. В Штурм Спирид. А Штурм Спирид у заявить её не удалось. И упадёт уже наконец-то этот Рошан. Потому что такое напряжение. Так. Врывается Фестлес Фоид. Прожимает БКБ. Штурм Фестлес Фоид. Промазывает Кубом Электрик Твортос. Пожалел здесь конечно же БКБ. Геррокоптер умирает следом за Геррокоптером. Здесь Рубик. Врывается этот Ха. Прожимается Ревэйч. Есть у него Рефрешер. Нету Рефрешер. Ой-ой-ой. Немножко прожимается Пайпушечка. Гаш ходит. Никуда забрелась. В СС Вод. 60 секунд не будет. Его. Хаслэпчик от Хиршейкера. Выживает Кунка. Нет. Кунка не выживает. Что он успеет? Его отпускать не хочет. Прожимается Дабл Эш от Кентаврова Раннеров. Татха Татха умирает. Конечно же на ЛОХП убегает здесь ещё и Кентавр. Ну урна кстати. От Энчантерс до Тиклона. В итоге на Кентавре. И в итоге Трипл Килл для Энчантерс. Всё великолепно сейчас. Три в четыре разменчик. Несмотря на то, что померли такие очень быстрые ключевые персонажи Репяток из команды Нексус. Но вот пожалел. Пожалел откровенный Герокоптер БКБ. Давал бы БКБ. Он бы не попадал в Электрик Вортекс от Штом Спирита. И так бы Фесс Усвот его больно не бил. Гриф от ребятки с команды Нексус прожимается на... Ой-ой-ой. Всё-таки Штурм Спирит влетел сюда, дал Электрик Вортекс на Энчантерс. Она что-то откинула. Тут сразу же Рубикс порвал ультимативную способность Эташ Тепарейшена. Пайпуха прожимается, но ничего не происходит. Так, аппарат себе Ветра купил. У аппарата вообще всё отлично, а у аппарата 10 тысяч фарма. У Рубика 5800. Ну, как бы, теперь уже не всё так кошерно у ребяток с команды Нексус, потому что... Вот он, вот он камбэк по экспириенсу. Преимущество было 15 тысяч, теперь около 7-8. Да. 7-8 вру, там где-то 6 тысяч соврал. Так, ну а тут на 10 тысяч ребятки с команды Нексус перефармливают своих противников по голодишку, но это тоже такой себе моментик. Это не стопорцентно на самом деле, потому что мы видим с вами, как всё это легко происходит, как это легко перевешивается. Да, вот просто Кунка взял, пленкнулся в ульт Эши Тепарейшена. Вот там было, надо подождать пару секунд, рваться опять сюда, чтобы спирт прожимает руну невидимости. В это от ФССФой ставится Таймволк. Волк, зафокусили здесь опять же Геррокоптер, Рубик ультимативно способствует Сетэш Тепарейшена. Фитурочка, заберевать здесь очень легко Геррокоптер, БКБ Хаутфа за сводо, прожимается, придется сюда Кунка. Получает баш, поднимает его здесь в ветра. Эйнш Тепарейшен, Рубик поднялся Ликенезик, прожимается Хофстом, Стампидик, зафокусил. Дабл Эш по Кунке от Кентарова Раннера, прожимается Пайп, в это сюда, что мы спили, зафокусили Кунку, пара тычек в руке от Эш Тарма, тут сразу же Туфелька и замедлили Эш Тепарейшен, и в итоге минус 4 от ребяток из команды ВУФ. Ну ладно, молодцы, сорвали Стрикс и Чантрас, убили все-таки, наконец-то заходят они на Рошанчика. Наконец-то, наконец-то мы видим какие-то продвижения и камбэки, вот это уже интересненько на самом деле, смотреть за вот этим вот, за вот этой вот игрой, да, грубо говоря. Так, говорилка у меня устала, 19-го левела Штром Спирит, есть у него Aegis of the Immortal и есть Ультимей Торп, 2000 голоды на руках будет выходить, наверное, всего, скорее всего, в Скайт оф Файс. На топе у ребяток из команды ВУФ хорошо пушатся лайны, тут Яр Шейкер, Киндавр вообще с Шивой. Шива, просто изи для Киндавра, Шива, зарашил Шиву, пацан очень хорошо для него, это дополнительный интеллект, это дополнительное количество брони. Вот, ну и, соответственно, небольшое количество урона, плюс замедление скорости атаки для противников. Это хорошая штука, конечно. Укунки Дейдаус, кстати. Вот, на самом деле, пару раз в тимфайте прокнет укунки крит, вот со сплэша, да, со Тайт Брингера, и тогда уже посмотрим, как ребятки из команды ВУФ-то заукают. Единственный момент, то, что кунки делать грязь не дают вообще. Ребятки из команды ВУФ очень дерзко ФССВОЙ, тот же самый, залетает на Геррокоптера, фокусит его, разламывает ему кабину очень быстро, помогает ему в этом деле Кентавр, Варранер, и всё, нет Геррокоптера. А дальше Татанчить некому, Геррокоптер вроде бы там с Сатаником, вот приобретает у себя Талисман Новый Вейджин, и Квотер Став будет выходить в бабочку. Ну да, бабочку выйти можно, ФССВОЙ, да и так скоро будет МКБ-эха. Вот, ну и всё. Дальше, дальше ребятки возвращаются к фарму. Вот, нон-стоп фарм. Так, влетает сюда опять Штурм Спирит, в сурочке от Е-Шейкера, крепочков очень быстро пацаны дефают. Ну а дальше-то что? Опять вот мы просто с вами наблюдаем за нон-стоп фармом, вот просто нон-стоп фарм. Один лайн от дефа, это другой лайн от дефа, и так далее, и понеслось так же. Тейт Хантер будет уже собирать наконец-то себе рефрешер или что? А, рефрешер у него уже есть, я что-то даже залип уже, не заметил, его есть клак, есть рефрешер, и вот теперь ребяткам из команды Nexus действительно надо навязывать файт своим противникам. Но файт, конечно, навязать это хорошо, сделать минус 5 тоже это очень хорошо, но фактически все ребятки из команды ВУФ имеют выкуп, и разве что Феста с Фоя с Сиршекером его не имеют. Тейт Кентавра, кстати, нету, 200 голодов ему нужно. Вот тоже Теперешна, все вообще великолепно, 2500 голодов на руках, выкуп есть, вот Штром Спирит приобрел себе по ходу, да, Мистик Став и Хекс. С Хексом Штром Спирит становится гораздо полезнее для своей команды, потому что может он и Электрик Вортексом, и Хексом подфокусить кого-то. Через 2 минуты пропадет Aegis of the Immortal, кстати. Тут с помощью фейтболта Инкер Смеша Тайдхантер ребятки с команды Nexu заходят, и будут кушать, наверное, физрующиеся от Yer Shaker, сразу же уходит он здесь на блинке, так, записывающее устройство, сейчас кое-что прочекаю. Так, а, все окей. Так, ну и мы с вами продолжаем, возвращаемся, точнее, к аточке, я уже разворачиваю игру, пришлось там немножко альтабнуться, посмотреть кое-что. Ну и, блин, 279. Сюда кунка на блинке, а своей пассивочкой прокнула ему пару раз креточки. Ну, надо вот кунке пару раз так сделать, он нахарасит тем самым своих противников, предоставит он себе хиперстоун, на миле Штормспирит с телепортиком, если что, в наглую запушивает вышечку у своих оппонентов, и на топе тут же ФСС Войт, ФСС Войт тоже с телепортом. Очень грамотно сейчас играют на Эксус, и действительно у них это хорошо получается. Опять прожимается хилочка от Энчантрес, заходит от ДХ на хайграунд, тут же пайпуха прожимается, и ребятки бэкуются. Так, кунка с плэшом очень быстро заваливает крипочков, зачем-то поставил на себя марку, вернул себя туда же. Вот, но откат марки там вообще 10 секунд, поэтому ничего страшного в этом нету, он этой маркой может хоть сколько спамить-то на самом деле. Так, ну и Энчантрес откидывается. Бро-йо-йо-йо, сюда врывается этот Хантер, прожимается РВЭЧ раз, прожимается РВЭЧ два, БКБ Штум Спирита, хорошо, госшипчик, забревает кентавров, всё это время бегал Штум Спирит, кулдаун Герокоптер, вытаскивается Ершекера, Хаслэмчик, ставится хроносфера ФСС Войт, а кулдаун всё это время бьёт в эту хроносферу. Есть сейчас сатаник, ой-ой-ой, сатаник не успевает прожимать здесь Герокоптер, в итоге минус четыре, минус пять от ребяток из команды ВУФ, я даже не заметил, как это всё быстро произошло. Что творят? Что творят? А Егис даже уж тормоз сейчас не кончился, руна регенерации, вот заюзалась у него вместо этого Егиса. И очень быстро ребятки из команды ВУФ сейчас переходят в контратаку. Действительно, почему бы и нет? Минус пять сделали, надо рашить вражеский хаграунд, что по состоянию выкупал ребяток из команды Нексус, мы видим то, что выкупа у ТДХ нету, у Энчантерс нету, у кого ещё, у Рубика тоже нету, у Герокоптера нет. У Кунки, конечно же, выкуп есть, но один Кунка, как мы с вами с вами, сами мы с вами понимаем, то, что не задефает. Так, Кунка, Рубик сюда пролетает, откидывает он здесь свой фейтболт рваться, Кунка дает тычечку вообще не туда, врывается, что он спирит, Хекс в Рубика, ультимативно способствует Сэта Штопорейшена, Кунка возвращает себя на марке, но тут же прожимается Стампидик, Электрик Вортекс от Штарма в Кунку, и минус Кунка после выкупа. 90 секунд не будет Кунки, это минимум минус 2 лайна, потому что на ботами уже Войд заходит на вражеских хагграунд тоже. 5000 голодов у ФСС Войда сейчас имеется, после вот этих файтиков рваться, кедавр прожимается, хуф в стомпчик, и что тут происходит, ТТХ врывается, кулдаун от Герокоптера, заберевать, скорее всего, здесь Штарма живет, и хорошо, они отпускают, и Шейкер ставится, купол от ФСС Войда, и пацан фокусит здесь, Герокоптер, а Герокоптер убить, получается, Электрик Ворт, тогда Штарма спирита прожимается, БКБ хат, хуф в стомпчик, и дабл эш от Кентаврова Раннера, стапа был здесь, Ancient Operation, и в итоге, Enchatist отпускает тоже, ребятки из команды Вуф не собираются, прожимается хилочка, прожимается дабл эш от Кентаврова Раннера, и в итоге, дабл килл для Штарма спирита, и опять минус 5 от ребяток из команды Nexus, но по одному, ой господи, от ребяток из команды Вуф, ну по одному, конечно же, выходить и умирать, это очень легко. Lotus Orb, купил себе, Ancient Operation, ой господи, Акторин Корр, Lotus Orb, эти новые артефактики, это конечно жесткая штука, а прожимается хуф в стомпчик, и со стомпидом, и дабл эш, в итоге, минус рубик, опять убийство для Штарма, МКБ у Штарма спирита, вот это я понимаю, вот это парень сатарился, и вот уже герокоптер, который собирается, что? Да, вы в пиве, клевый видос, кстати, советую посмотреть, так и в бейте, ты в пиве. Так, ну и решили заканчивать, да, вообще, или что, или нет. Кунка на марке здесь был, грубо говоря, на своем фатанчику поставил марку, вернулся, ну и тут ребятки с команды вуф, рашат вражеский трон. Так, хорошо, двойной ревейш, шкот шипчик, прожимается, минус 60 парейш, ну льда, шторм спирит, флэккена нам очень быстро гдфует крепочков, но, что, лол, это не гг, это деф, тысчо, а нет, убили шторма, просто он очень быстро резнулся, герокоптер получает 1000 голды за шторм спирита, 2700 монеток у него на руках, лол, дефать будут, ребятки с команды Nexus играют до конца, не собираются, они все-таки отдавать так легко эту карточку своим противникам, и молодцы, действительно, почему бы и нет, сейчас опять на секундочку, мне надо секундочку оттаптутся, ну и блин, 279, так, все окей, все на месте, я опять, ой, столько раз я отходил, ладно, кунка, 22 левела, 51 минуту идет уже данный матчик, вот просто 51 минут, ребятки, мы с вами смотрим за данной игрой, там уже, вот я сейчас обновлю сетку в фасткапе, просто-напросто, чтобы, вот мне просто интересно, что там происходит, там уже пацаны в полуфинал прошли, ну ладно, ладно, 52 минуту, так, что у нас впереди стоит, с МКБХ и 18 зарядов в Булстоуне, резнулся он мгновенно, после того убийства, на котором на нем совершили его противники, и 36, 36, счет на 52 минуте, теперь уже ребятки с команды вуф, перефалили по экспириенсу, и по голодишку своих противников, вот это камбэк, вот это я понимаю, пацаны делают грязь, вот это да, вот это молодцы, камбэк из реал, ребятки, никогда не забывайте, я сказал, затянут игру Нексусы, ой-ой-ой, ФСС Форд, приопытаться Бедвайнер, Пиру, что делает этот парень, я думаю, сейчас будет последний финальный файт, если ФСС Форд офигенно перекрывает кого-то, из спортивников, троих пятерых там, если он закрывает Тедхантера, или Тедхантера в это время кто-то насилует, например, Шторм, Спирит, то это просто изи гейм, вот что, вот этот айтем, вот этот айтем на ФСС Форд, это просто 6, 146 единиц урона, плюс 481, на моем стримчике пацаны очень, первый раз вообще собирают такой айтем рисковый, потому что если отдать его тому же герокоптеру, то это все, вот, но я так понимаю, ФСС Форд купил данный айтемчик уже тогда, когда думал, что ГГ будет написано от ребятки с команды Нексус, но такого не произошло, и теперь в итоге, ассалт Керасу приобретает себе еще и Кунка, но у него могут быть проблемочки, наверное, здесь, на марке он себя вернул, вот, я думал, Кентавр сейчас как-то влетит, инициирует, там его вся команда потянется, и они упьют в итоге этого Кунка, но нет, такого не произошло, и все, все окей, дальше ребятки с командой Нексус продолжают вот это вот фонтаностояние, ладно, хорошо, Ершейкер 15 левела, приобретает он себе, пытается собрать он себе по-прежнему агнем с Кептер, господи боже мой, наушнички, кстати, если Кунку, по-моему, поднять в ветра, вот, если Шитопорышный поднимет Кунку в ветра, то Кунка на марке не вернется обратно, так, пайпуха, прожимаясь, возвращаясь сюда обратно на Кунки, огромное количество урона получает здесь от Enchantress, потому что Enchantress с Агнем с Кептером, и все, и больше ничего опять не происходит, ладно, я так понимаю, мы сейчас с вами будем на топе, или зазреть last fight, так, 4720, каждый крит от Кунки, и все, ничего более, а Штормспирь приобрелся по Киперстоуну, Буссов Тревел, на единичку у него, первый взятый, так, ну тут Кунка, сейчас он доиграется, сейчас его просто, конечно, Шитопорышный поднимает в ветра, и все, Кунка здесь остается, но нет, нет, Шитопорышный такого дела не делает, на ботами у ребяток с командой Nexus, все пушится очень жестко, ну вот, флэккэноном, конечно, задефить у Геррокоптера эту пачку получается, но флэккэнон, там, откатчик у него 30 секунд, чек, а крипы идут нон-стоп вообще, так, опять где-то Кунка, опять скидает марку, опять пытается с критами, что ли, насиловать своих оппонентов, но не так много у него все-таки урона с руки сейчас, вот если бы у него был затар, наверное, как у Кунки, вот тогда бы да, и тогда бы я уже посмотрел, на самом деле, за вот этими вот мувами от Кунки, Кунка пытается играть, как, вот посмотрел он где-то тактику, все, ой-ой-ой, кентавры заблочили крипочки, офигенно рез, в том, чем он их забревает, заходит на вражеский хайграунд, импетусами пытается нарезать, вот здесь энчатрос, поднимается Шива, замедляет очень хорошо, поднимается здесь торрент от Кунки, в итоге ребятки из команды Вув, сейчас заходят на энчат своих врагов, поднимается, ой-ой-ой, ФССВ залетает сюда, встанчик, и все это время стоит, парочка критов, в это время, что он спирит пытается насиловать Рубика, он его убивает, огромное количество урона с него получает, убирает здесь Рубик, умирает, энчат, нет, Эшитопарышный живет, умирает здесь, господи, ершек, а тут же, тут же Рубик, от Тайдхантер, вальца, двойной, забрелась здесь, Эшитопарышный, ФССВ пытается добивать, трон, но тут у него, ой-ой, энчатрос, пара тычек с руки, по энчатрос, дивайн рапирочка, у Кунки сейчас остается, лол, что сейчас эти парни могут сделать, с этой дивайн рапирой, посмотрим по состоянию выкупа, ФССВ есть, нет выкупа, сейчас у Штурмспирита, но Штурмспирит живой, не будет в игре данной, 94 секунды Кентавра, и сейчас, видимо, Кунка линкует, что надо заходить на Рошанчика, Рошанчик, кстати, есть там сыра Егес, что творят вообще пацаны, вообще, вот это, вот это да, вот это сейчас будет действительно мясо, я опять в файте, я уже все, я уже расслабился, я думал это ГГВП, в пользу ребяток из команды ВУФ, но нет, так, Шторм, ну просто, напросто, этот парень сейчас забирает Трончик, нет, Бэкдор, Бэкдор заработал, у Шторма не получилось убить Трон, ладно, а теперь ребяткам из команды Нексус, надо как-то дефиться у Трона, потому что сейчас, под Трэвелами, все тиммейты Штурмспирита, хотя нет, Трэвелов-то у всех нету, вот Фестус Фойд может позволить себе Трэвела купить, почему бы и нет, и просто пойти залететь в Трон, правда, если там прокнет Крит у Кунки, спасивочки с плэшом, вот это будет больно, вот это будет действительно, попа, боль, блин, 22 левел ТТХ, есть у него Глиммер Кейп, так, и паузочка, ну ладно, паузочка так, паузочка, так, все готовы, паузочка сжимается, ну, ой-ой-ой, случайно, ребятки, поржал я, клавишу, с консолькой, сорян, так, Фестус Фойд, перепутать себе МКП-ху, то есть он решил сыграть с МКП-хой, у Кунки, в это время, есть Дивайн Рапирочка, 2400 голоды на руках, теперь, действительно, это, реально, подраться, действительно, реально, можно подраться, с плэшом просто, вся пачка крипов, изи, так, ну, вот интересно будет мне сейчас посмотреть за вот этим вот, финальным файтиком, препятать себе понтовые, ботинки ТДХ, нужно играть сейчас по максимуму, нужно сейвить своего тиммейта, вот этого вот куночку, да, и, собственно, дальше смотреть, как все будет происходить, теперь, вуфом, конечно, страшно заходить, фиссурочка от Ершейкера, Ершейк 15 левела, если гоним с Кептером, нужен, конечно, ему 16, 58 минута, и Ершейкер вообще без последней ульты, вот это жесть, за 58 минут парень получил только 18 левел, ой, господи, 15 левел, Рубик тоже, так, фиссурочка от Ершейкера, БКБ, Хашторм Спирита прожимается, заходят они на вражескую Тир-3 вышечку, так, Стампит прожимается, Электрик Вортекс, Шом Спирит, дает в, и все, изи просто, трон, в это время пацаны били, да, все, ясненько, данный матч, все, данный матчик, в смысле, если ЛТВ ставьте, лол, ладно, данный матчик заканчивается, в пользу ребяток с команды ВУФ, они за, 58 минуточек, наконец-то справились, в стрим, опять у меня какой-то, появился, пупчусал, D-5-2-3, кофе,